всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на одну позицию почему потому что у меня времени нету она много но я не хотела вас ставить без расклада поэтому сделаем такой небольшой расклад сегодня тему предложила анна бархатная называется мои искушения на жизненном пути название вы его видели будем делать на новой колоде который я вам уже говорила да небо и земля новая колода который подарила мне моя ученица и на колодах и тим и колоде чака специально так показываю ваш потому что по рубашкам понятнее и итак начнем с того что сейчас с вами происходит готовы так посмотрим что происходит сейчас в вашей жизни вы знаете сейчас может быть кто-то занялся каким-то своим обучением глубиной какой-то да может быть наоборот кто-то проживает какой-то опыт и в дальнейшем он ему пригодится в его профессиональной сфере то есть вы можете об этом как-то делиться рассказывать что-то такое проживаете кто-то наоборот проживает какие-то не знаю может быть праздники причем традиционные такие праздники да когда собирается вся семья я не знаю может быть это кто-то день рождения праздную для кого-то сейчас прямо зайдет как бывают праздники плодородия что-то такое да я понимаю что сейчас не время но кто-то вот занимается может быть какие-то ритуалы проводят связанные с новым годом допустим который придет по восточному календарю вот что-то здесь такое кто-то может быть наоборот ищет себе какого-то наставника для развития для кого-то сейчас интересно наоборот какие-то религиозные какая-то информация да вот связана вот именно непосредственно в религии да хочется сказать кто-то стал читать больше книг и не знаю может быть к ним ну например если это христианство да вот кто-то библию может быть читает может быть повторно может быть здесь и наоборот кто-то углубился в какие-то знания для кого-то очень важно пересмотр например своих своего мировосприятия может быть здесь кто-то обучает кого-то либо наоборот пошел на какое-то обучение либо здесь вот прям много разной информации скорее всего на позиции это одна много людей может быть кто-то наоборот работает со связью с высшими силами но вот здесь вот любом случае духовность в разных аспектах она очень ярко проигрывается еще что сейчас происходит вашей жизни но вы как будто бы в чем-то не уверены до ищите баланс для себя с чем связано с чем связано на какие-то разрушения перемены вашей жизни произошли какие-то неожиданные с чем они связаны завершением да здесь я могу предположить то что здесь меняется напрямую какое-то вот мировоззрение человека независимо от того сколько вам лет на каком этапе вы находитесь но здесь вот идут перемены ваших взглядов до перемены в приоритете выстраивания ценности здесь идет завершение причем завершение то которое вы возможно даже и не ожидали а возможно для кого-то оно будет вынужденным да это для кого-то может быть допустим брак неожиданно причем распался до завершения для кого-то наоборот произошли какие-то ситуации когда вот знаете как будто бы у вас глаза открылись да кто-то наоборот что очень долгое время работал над собой да вот с пониманием до своего эго целостности вдруг неожиданно что-то такое случилось и что заставило вас глянуть на вещи под другим углом да но однозначно здесь причем это период достаточно большой вашей жизни до который завершился он связан как-то со знаниями либо с вашей верой то во что вы верили раньше это может быть в разных сферах да и то есть если допустим в личной сфере то здесь вы допустим верили человеку но вот произошел какой-то какая-то идея какая-то ситуация неожиданная да и союз вас ваш распался да допустим какие-то тради для кого-то может быть какие-то традиционные взгляды да какая-то ситуация неожиданная произошла и она заставила вас пересмотреть вашу жизнь и но это было очень неожиданно вы даже не предполагали это вот как будто бы вывела вас из вашего равновесия да причем эмоционального выбросил у вас какие-то качели это было связано как-то для кого-то может быть даже и с финансовым аспектом а для кого-то это было связано как раз таки в контексте ваших суждений и вот то что я говорила ранее мировосприятие как будто бы у вас почва из-под ног ушла и вы отчаянно держитесь за то что вы уже знаете за то что вы имеете до чтобы это не потерять но перемены так или иначе они должны произойти то есть как бы вы не держались за прошлое за свои какие-то былые успехи победы они все равно останутся в прошлом почему потому что вам нужно двигаться дальше и здесь вот такое чувство да как будто бы если бы вас не выдернули да вы вот и из той из той среды в которой вы были да и стоишь из того этапа своей жизни да вы бы дальше все равно не двинулись поэтому это как будто бы вынужденная мера была для вас здесь для кого-то это была вынуждена мера для того чтобы вы раскрыли свой какой-то потенциал да здесь у вас даже не столько даже раскрыли а начали его применять здесь есть у вас какие-то способности и вы долгое время их не реализовывали то есть вы на многое способны вы можете много и вы это знаете но вот как-то вы не проявляли не открывали эти способности это может быть связано как с личной сферой до взаимоотношения то есть проявление своей любви то есть вы никак не могли показать либо партнеру либо другим людям на насколько вы глубокие насколько вы эмоционально насколько вы можете любить насколько вы можете отдавать и чувствовать это с одной стороны а с другой стороны кто-то знаете такое ощущение что не было как будто бы подходящего момента до раскрыться вот показать всю свою мощь всю свою красоту эмоционального плана раскрыть как-то свою интуицию если мы говорим о способностях каких-то либо показать насколько вы любите какого-то человека вот здесь вот проявление любви тоже может быть свои желания да именно на эмоциональном плане хорошо давайте посмотрим какие же у вас искушения на этом этапе сейчас и у вас есть искушение на этом этапе так перевернуты страстная любовь это а вот я говорила да как-то эмоциональный план да мы здесь задеваем для кого-то это может быть являться сейчас искушением и мне хочется узнать почему то есть почему для вас именно страстная любовь в контексте проявления эмоций до вот этой вот огненности почему для вас это искушение сейчас что вы такое делали вот знаете я прям вот предвкушаю мне такое ощущение что вы как будто бы этого боитесь любовь которой очень много эмоций да то есть вы как будто бы боитесь что вот вас затянут отношения и опять будут вот эти вот качели то есть именно страсти огненности открытости проявление этих эмоций вы боитесь поэтому для вас это искушение вы сдерживаете сейчас свои эмоции но все равно давайте посмотрим с чем это связано ну во первых это связано с тем что вы концентрируете на данном этапе свою энергию для того чтобы получить какой-то определенный результат что вы хотите какого результата то есть для кого-то здесь может быть актуально знаете такие настоящие отношения вот по душам да не не основанные на на сексе и на инстинктах а именно больше акцент здесь делается на душевном состоянии да на на уважение на каких-то других ценностях здесь приоритеты абсолютно другие у вас поменялись и у вас сейчас есть вот это вот искушение а вдруг допустим моей жизни появится партнер и все закрутится так как было раньше все будет опять вот этого страстно огненный и здесь ощущение того что вы боитесь потерять себя вы где боитесь потерять свою личность раствориться в партнере не в конечном итоге это приведет вас опять таки к одиночеству к тому что у вас уже было а у вас сейчас этап когда вы пересматриваете свои взаимоотношениям свое восприятие да свое отношение вообще к людям и наверняка вот здесь вот вот этот вот аспект искушение именно страстью да здесь вопрос здесь акцент не на любви делается именно на страсть вот вы как будто бы боитесь сгореть видимо у вас здесь был какой-то прошлый опыт чего вы здесь боитесь ну вот я говорю по ту же пентакли до новое начинание новое начинание связанной семерка кубка связано с тем что вы опять увидите в другом человеке либо в других людях то что вы хотите верить на то есть семерка кубков нам говорит об иллюзорности когда мы верим в то что мы хотим не то как есть на самом деле да мы как будто бы занимаемся самообманом то есть это внешний блеск когда и внутренняя гниль то есть мы можем закрывать глаза на и истинные проявления человека да и при этом вот как-то идеализировать украшать то что чего делать не нужно да вот здесь вот как-то вы возможно у меня ощущение такое да что вот вы как будто бы это обожглись и вот чем дальше да нет лучше я вот буду один на дна да ну вот это вот лучше от меня подальше мнение я больше не хочу страсти да я не я больше не хочу вот этого вот огня хорошо какие у вас еще искушение есть выбыла карта уродства она с чем связано кто здесь видит себя уродом что-то отсутствие красоты о чем здесь это разочарование здесь знаете а вот искушение уродства да а эта карта говорит о каком-то разочаровании до которое вы прожили связанное именно с тем что вас оценивали что вас как будто бы не увидели вот это вот ваше богатство вот этот вот ваш внутренний мир внутреннюю красоту я говорю о мне такое ощущение что вам не дали как будто бы возможность вот проявить весь спектр своих чувств эмоций вот показать человеку на что вы способны либо на борт если это профессиональная сфера такое ощущение что было разочарование как будто бы вам либо не дали времени либо не дали шанса вот как-то вот этой вот площадке для того чтобы вы показали на что вы способны здесь вот ощущение каких-то границ каких-то рамок да либо вам нужно было придерживаться каких-то правил и вы не могли раскрыться либо вас как-то ограничивала как-то закон ограничивали какие-то документы но вот здесь вот чувство что вы себя сдерживали вы не могли проявить себя и показать то кем вы являетесь то есть какой-либо какая вы есть на самом деле вот здесь вот это вот уродство это искушение что вот вас опять не будут выбирать да либо вас опять не не оценят да вот здесь вот как будто бы чувство что не понимает вашей важности не понимает вашей значимости и вот это вот как-то вас огорчает очень сильно и вот уродство то есть не отсутствие красоты да либо не умение показать либо вы выбираете человека либо партнера либо работодателя который не видят эту красоту здесь вот какой-то какие-то слезы и огорчения по этому поводу а если мы говорим про отношения то здесь вот искушение краски в том и заключается что в какой-то период эмоциональный градус он немножко снизился да то есть уже появилась какая-то скука и не заинтересованность вас либо вы в партнере либо партнер вас и это привело именно к расставанию то есть какая-то скука вот рутина и и уже не интересно и вот эти вот эмоции они как-то охладели а а для вас они важны и поэтому сейчас вы как будто бы контролируете да поэтому мы избегаем вот эту вот страсть своей жизни лучше пускай она будет иметь умеренной да почему потому что как только она появится я сразу включаясь в этот процесс начинаю видеть как это вот как-то преувеличивать да то есть для вас это очень важно ну вот пример да вы познакомиться с каким-то человеком и у вас сразу начинает глаза гореть до вас сразу эмоции здесь не про то что вы придумываете да как дальше будут развиваться отношения нет а это вот вас как-то заряжает и вас становится очень очень много но вы от этого получаете удовольствие и при этом вы понимаете что вот вот это вот своим проявлением вы можете напугать другого человека даже вот неожиданно столько эмоций до свалилась на голову другого человека и здесь вы еще даже и боитесь до потерять себя каким-то образом что вот захлынут вас эмоции сокращение что-то вы либо долгое время были одни либо вы как-то собирали себя и наполнились то есть здесь очень много воды понимаете здесь очень много состояния переживаний либо здесь такое ощущение что не за может быть какого-то друга подруги не хватает чтобы высказаться вот очень-очень много здесь много энергии красивой энергии насыщенной энергии и возможно вы не хотите даже растрачивать сейчас эту энергию какие еще искушения могут быть на вашем пути вот исполнение желания смотрите как интересно почему это может быть искушение у каждого из вас есть какие-то свои желания и вы почему-то боитесь с одной стороны вы хотите да чтобы это было но до тех пор пока вы об этом фантазируете да в эмоциях вы мечтаете вы представляете это классно это здорово но если вдруг вам кто-то скажет что да это реально не знаю например кто-то может представлять дом хочу свой дом да вот именно так как вы хотите и вдруг неожиданно вам дадут да вот то что вы захотели здесь вот такое чувство что вы испугаетесь вы испугаетесь почему потому что где-то внутри себя вы не готовы к тому желанию чего вы хотите то есть вас больше наполняет само предвкушение того что вы хотели бы получить но не сам конечный результат своего желания опять же скажу да то есть вот ожидание того что как я буду этот дом украшать вот вот эти вот состояния они вам близки они вам они вас наполняют а вот если действительно это уже проявится в реальном мире да вы сможете это пощупать вот это вот как-то вас напугает почему почему исполнение желания для вас ну вот вы закрываетесь закрываетесь почему почему здесь идет отдалением здесь знаете как будто бы такое чувство что вот ваше желание одно заставит вас оставить позади то что для вас было очень важно и очень ценно то есть вот какие-то перемены придут вашу жизнь с исполнением вашим желанием вы уже как будто бы не будете иметь свое собственное пространство да вам надо как-то выйти из своего уединения вот этого вот комфорта до наслаждения и начать как-то взаимодействовать я не знаю с другим человеком со своим желанием вот то что вы загадываете здесь вот именно выражение до желание имеют свойства сбываться вот для вас это с одной стороны это хорошо это как пряник а с другой стороны это кнут потому что вы боитесь потому что нужно будет потом откуда вот уйти откуда вы боитесь а вы боитесь оставить вот этот вот свой комфорт да свою стабильность свое постоянство какое-то вот это вот эмоциональное поэтому вы боитесь то что мы сказали в начале вот этой вот страсти да вот этих эмоции, не знаю, даже если какая-то, допустим, недвижимость, либо еще что-то вы приобретаете, вот эта вот радость, да, она может вывести вас из вашего равновесия, из вашего того состояния спокойного, в котором вы находитесь. Поэтому здесь мы, короткие страсти, боимся, мы хотим, чтобы все было так, знаете, ровно, хорошо. Да, мне приносит это удовольствие, но оно не забирает у меня энергию. Почему? Потому что вот любая эмоция, это выброс энергии, это огромное расплескивание, да, своей силы. И вы боитесь этого, что вот вам нужно будет потом оставить вот эту свою комфортную, удобную жизнь и пойти куда-то нечто иное. Куда вам нужно будет пойти? Вам нужно будет пойти медленно в трансформацию, медленно в какие-то перемены. Да, это будет не так быстро, но все равно вам придется меняться. Вам нужно будет как-то взаимодействовать либо с предметом вашего желания, да, либо с объектом вашего желания, да, то, что вы хотите, и то, и другое. И это вот заставит вас поменяться. Поэтому вы, с одной стороны, хотите для вас это искушение, а с другой стороны вы очень-очень сильно боитесь. Ну, давайте последнее искушение вытащу, потому что людей много. Так, здесь у меня такое ощущение, две карты. Ну, конечно, две карты выпало. Значит, одно искушение, так, это двойственность. Вот я же говорю, она у нас присутствует. То есть я хочу, да, с другой стороны, я не совсем уверена. Причем, и даже если вы уверены в том, что вы хотите, вы хотите, чтобы это было так, как, ну, чтобы так сказать, по вашим каким-то правилам. Вот так, как вы себе придумали, да, так, как вы хотели бы, чтобы это реализовалось, и никак иначе. Но вы понимаете, что это невозможно. Для того, чтобы реализовать то, что вы хотите, все равно что-то нужно поменять. Вот вас, вот эта вот двойственность, она так или иначе, она выведет вас из равновесия. Вот опять-таки карта, да, нарушения баланса. Вот все карты, в принципе, они говорят про то, что искушение для вас, да, это выйти из вашего баланса. Вот у меня, знаете, по раскладу такое ощущение, что вы очень долго шли. Почему вы боитесь потерять этот баланс? Потому что вы очень долго шли к этому состоянию, да. Вот к какому-то спокойствию, равновесию, оно вам как будто бы досталось очень дорогой ценой. И вам сейчас хорошо, но с другой стороны, вы понимаете, что все равно чего-то вот не хватает. И вот это чего-то для вас, это то желание, которое вы хотите получить. Но именно оно заставит вас как-то выйти из вашего баланса. А сейчас у вас как будто бы стоит такая задача не утратить баланс и в то же время получить вот то, что вы хотите. То есть делать это как можно гармоничнее с наименьшими эмоциональными затратами, потому что у вас сразу здесь всплывает ощущение, что ну вот какой-то боли, понимаете. То есть как только вы во что-то включаетесь эмоционально, у вас сразу запускается вот этот триггер, что у меня уже так было и мне это принесет боль. И вы снова закрываетесь. Поэтому такое чувство, что вот вам как будто бы медленно-медленно, очень медленно, очень плавно, очень гармонично надо двигаться к реализации вот вашего желания. То есть не так, как неожиданно вдруг произошло и я получила, да, вы к этому будете не готовы. А вот если поступательно, да, так плавненько, то да. Ну, например, допустим, если вы хотите отношений, да, чтобы познакомиться с человеком, чтобы не торопиться развивать, чтобы вот этот вот конфетно-букетный период, да, когда мы узнаем, когда очень много бесед, когда мы никуда не торопимся, мы живем сегодняшним днем. Вот для вас вот это вот будет комфортно, потому что равновесие для вас сейчас на данный момент, это самый первый приоритет, это безопасность. Вот вы чувствуете, что вы находитесь в безопасности. Хорошо, давайте мы теперь посмотрим, для чего? Для чего вам даны вот эти вот ваши искушения, да, которых вы боитесь? Что здесь такого есть? Ну, вот смотрите, вот здесь вот как раз таки первое для того, чтобы проработать свою конкуренцию. Вот я рассказывала вам ранее для кого-то о вашей оценке, да, что вот вы вы боитесь, что вас снова не будут дооценивать. Не будут дооценивать, да, не дооценят. И вот здесь вот вы проигрываете через эти искушения уроки, непосредственно связанные с соперничеством, да, с конкуренцией. То есть вы здесь через эти искушения на самом деле проходите урок, который говорит о том, чтобы вы научились принимать сами себя, вот свою вот эту вот изюминку, да, свою индивидуальность, чтобы вы поняли для себя здесь, знаете, вы должны осознать, что вы, ну, вам не нужно ни с кем конкурировать. Независимо, это объект, да, вашего желания, либо это субъект вашего желания. Неважно. То есть здесь вот ощущение того, что вы должны увидеть вашу внутреннюю красоту. Вот то уродство, которое вы видели, да, оно как раз-таки вас искушает только потому, что у вас есть урок именно по принятию себя, принятию своих каких-то вот слабых сторон, непосредственно здесь вопрос самооценки каким-то образом связан, да. Опять-таки детские сценарии говорят о том, что, возможно, родители как-то заставляли конкурировать, да, может быть, между, ну, в семье, между детьми, да, братьями, как-то, сестрами. Может быть, в школе была очень ярко проявлена эта конкуренция. И вы, ну, то есть вам приходилось прилагать очень много сил для того, чтобы показать свою ценность. И тем самым вы, наоборот, как-то занижали свою ценность. То есть чем больше усилий вы прикладывали, чтобы вас выбрали, чтобы, допустим, вам, ну, лучше заниматься, чтобы вам хорошие оценки ставили, например, чтобы вы были успешны там в спорте, не знаю где. Чем больше усилий вы прикладывали, тем хуже вы себя ощущали, да, что вот я недостоин, у меня не может быть, ну, то есть меня не могут выбрать. Здесь какая-то, вот знаете, еще и неуверенность в себе. Ну, то, что мы говорили по самооценке. Поэтому сейчас вот искушение, да, как раз-таки связано с конкуренцией. То есть если это в личных взаимоотношениях, да, вы поэтому и боитесь, что опять встречу какого-то человека, да, и мне придется доказывать ему, что я для него вот самый подходящий партнер, да, что вдруг меня опять не выберет, да, а предпочтет кого-то другого. Что здесь будут возникать вопросы, например, может быть, действительно абьюзерские какие-то отношения, да, когда оскорбляют, унижают, а может быть, партнер, когда вам приходится, ну, вот как-то конкурировать, да, не напрямую, а, ну, то есть здесь как будто бы даже могут быть и треугольники, и вам приходится где-то на бессознательном уровне, даже не зная, что есть какие-то другие лица. Здесь может быть даже не только третьи лица, да, а здесь могут быть какие-то ситуации, вот вам приходится конкурировать за внимание этого человека, ну, например, человек очень много работает, да, и мало времени уделяет вам в отношениях, к примеру, да, и вот вам приходится конкурировать с его работой, то есть показывать, что вы ценнее, а вы важнее, то есть уделяем мне больше времени. Здесь могут быть разные сценарии, непосредственно связанные с конкуренцией, вы уж выбираете. Может быть, для кого-то и на работе, да, тоже будет какая-то конкуренция, но здесь за конкуренцией скрывается наша самооценка, и поэтому искушение первое, что она показывала, это повысить нашу самооценку, то есть принять себя таким, каким мы есть, да, то есть осознать, что мы не идеальны, мы такие, какие мы есть, и это хорошо, и нас это должно устраивать на первом этапе. В дальнейшем, если мы хотим что-то улучшать в себе, мы это делаем, но мы это делаем осознанно, что мы это хотим, да, не потому что кому-то что-то доказать, а именно потому что мы этого хотим сами. Хорошо. Еще для чего вам даны? Так, здесь у нас наше искушение, это наши проекции. Хорошо, что здесь за проекция? Что вам отражает мир? Сейчас я вот так вот сделаю, вот эти карты, чтобы я видела, да, исполнение ваших желаний, страсть, уродство, баланс. Так, что нам здесь отражает? Вот смотрите, следующее отсутствие баланса, да, вот это вот искушение, оно как урок отражает нам как раз-таки нашу нестабильность внутри себя. То есть когда мы, наоборот, не наполнили, десятка кубков у нас говорит о том, что мы внутри себя действительно наполнены, мы радостны, мы достигли всех возможных результатов именно в эмоциональном состоянии, то есть нас все удовлетворяет, нам все нравится. Вот, а здесь наоборот, извиняюсь, а здесь наоборот нам отражает как раз-таки тогда, когда нас выбивает из нашего равновесия наши эмоции. То есть здесь акцент нам показывает и указывает как раз-таки именно на эмоциональный фон. Когда вы внутри себя неспокойны, когда вы внутри себя чем-то неудовлетворены, всегда появятся вокруг вас люди, которые будут как-то вас раздражать, бесить и выводить вас из равновесия. То есть здесь урок того, что вы внутри себя должны прийти вот именно к этому состоянию, в котором вы сейчас находитесь, да, в балансе равновесия. Только сделать это уже на постоянной основе, чтобы это был ваш фундамент, чтобы ничего не могло вывести вас из вашего равновесия. Именно поэтому мы начали расклад с того, что сейчас на данный момент у вас происходит изменение вашего мировосприятия. То есть какие-то знания вы сейчас получаете, чему-то вы сейчас научаете, что в дальнейшем будет, знаете, для вас вот какая-то опора, которая поможет вам контролировать, управлять, не контролировать, а управлять вашими эмоциями. Потому что у меня такое ощущение, что вот вы эмоциональный человек, но сейчас вы дошли до такого момента, когда вы сдерживаете свои эмоции. То есть с одной стороны вас бросает, если вы себя полностью расслабите, отпустите, вас бросает вот в эти эмоции, радости, вот вы очень активны, да, выражаете. И вы понимаете, что это не приносит вам удовольствия, да, то есть наоборот вы потом очень сильно переживаете, да, для того, чтобы качели сбалансировались. И вы уходите в другую крайность. То есть когда я закрываюсь, я никому ничего не показываю, свои эмоции, я ухожу в уединение, в отдаление, держу всех на дистанции. Это другая противоположность. И вот вас сейчас как раз-таки обучает ваше мировоззрение, оно должно измениться, да, вот теми ситуациями неожиданными, которые у вас прошли, чтобы вы завершили этот момент, вот этих вот всех качель, и придумали для себя какую-то на основе новых знаний, новых взглядов, новых ценностей, убеждений, какую-то для себя более прочную, стабильную модель, которая не будет выбрасывать вас вот в эти эмоции. То есть когда вы, допустим, элементарно по 7 арки кубков, да, когда вы не будете приукрашать, когда вы научитесь, например, видеть вещи такими, какими они есть, ни лучше, ни худше, потому что у вас есть вот это вот свойство видеть лучшее, да, вот более идеально. Ну, например, вы видите партнера, да, вы видите, что у него есть какие-то недостатки, но вы как-то вот осознанно закрываете глаза на это и хотите видеть что-то лучшее, потому что вы такой человек, понимаете, у вас есть внутренняя потребность видеть эту красоту во всем, потому что уродство, да, которое у нас вот здесь вот было, выходило, вы это и так видите в людях, и они каким-то образом вот какую-то вашу часть отражают, вот эту вот вашу несостоятельность, вашу заниженную самооценку, а вы устали от этого, и поэтому вы хотите видеть что-то хорошее, что-то лучшее, что-то чистое, и поэтому идеализируете, то есть вы как будто бы убегаете, да, вот от своей несостоятельности и приукрашаете, да, других людей, улучшаете, да, идеализируете. И это тоже не есть хорошо, потому что это тоже своего рода обман, то есть улучшать то, что сверху блестит, а внутри оно попахивает гнильцой. И вот здесь вот как раз-таки урок ваш, да, связанный с проекцией, он и говорит о том, что найдите для себя такую модель, которая, в которой вам будет хорошо, комфортно, и она будет стабильна, и вас не будет выбрасывать вот в эти качели. То есть найдите этот баланс, вот то, что у вас сейчас есть, поймите, как вы к этому пришли, да, осознайте, как вы это получили, и в дальнейшем, ну, как-то на основе этого вы сможете дальше двигаться. И давайте посмотрим еще один сценарий, да, для чего он будет, да. В общем, мы посмотрели конкуренцию, проекцию, и еще, так, и сирота. У нас выпала сирота. То есть здесь как раз-таки вопрос одиночества, да, то есть вот он тоже напрямую связан с самооценкой, то есть и конкуренцией. Я никому не нужен. Здесь, возможно, детство у кого-то было такое, что чувство, что вот вас бросили, да, даже если у вас были родители, они, возможно, вам много времени не уделяли, вот это вот ощущение и чувство брошенности, да, меня оставили. Я никому не нужен. Я... Оттуда идет самооценка, да. Если меня бросили, значит, ну, во мне нет никакой ценности, во мне нет никакой нужды. И вот вам постоянно приходилось доказывать другим людям, я хороший, да, я нужный, я могу быть полезен, я могу быть ценен. Но вот когда вы это делаете для других людей, вы как будто бы, ну, вот доказывая, рассказывая, показывая своими какими-то поступками, возможно, словами, вы теряете себя. То есть ваш акцент, он идет больше направлен на других людей, да, то есть они как будто бы для вас значимы. И чем больше вы, в кавычках, вы служиваете для них, да, тем больше вы теряете себя, вы падаете в их глазах. То есть здесь идет как будто бы, я не знаю, как-то путем от обратного, да, то есть обратный какой-то эффект. Вы хотите дать большее, да, сделать как-то лучшее, а получается как обычно, да, вот, и вот здесь вот эти вот сценарии вы сейчас прорабатываете, то есть своими искушениями, в общем, и целом вам хотят показать, чтобы вы научились ценить себя, да, ценить себя и быть в балансе. Вот это вот очень-очень важно. То есть не разбрасывать свои эмоции, потому что в них есть ваши силы, потом вы чувствуете опустошенность, да, когда вы вкладываете другого человека, а другой человек это не оценивает. И вы чувствуете, ну, то есть вы не получаете обратную связь от него, и вы чувствуете себя опустошенным. Так, что же нам с этим всем делом делать, да, то есть вот здесь вот такой вопрос сразу выникает. Что с этим делать? Это будет последний наш вопрос, то есть мы рассмотрели глубоко. Давайте теперь посмотрим, что же теперь с этим делать? Ну, здесь, во-первых, выпадает императрица. Императрица у нас архетип, который говорит о том, что мы должны быть уверены в себе, да, то есть если ставить на предистал, то на предистал ставим мы себя первое место, да. Мы уверены в себе, мы знаем, что мы хотим, мы понимаем, осознаем свои желания. Здесь вот такая, знаете, здоровая самооценка, эгоистическая, но она такая, знаете, вот она хорошая, такая добротная, то есть я уверен в себе, я знаю себе цену, и я буду делать так, как я хочу. И мне, знаете, вот в каких-то моментах здесь вот ощущение какой-то некой капризности может быть, но она во благо. Как ребенок, например, начинает капризничать, да, мне все равно там, что ты хочешь, да, я этого хочу, и я это получу. И вот здесь вот что-то такое. Здесь непосредственно связано с самооценкой, да, надо работать над этим, надо понимать свою ценность. То есть императрица, она делает, она такая, знаете, она достаточно земная. Она не делает акцент на какие-то знания, на какую-то глубину. Ей это не нужно. Она наслаждается жизнью, она получает удовольствие от тех вещей, которые можно потрогать. Она уважает себя, она четко знает свои границы. Она хорошая хозяйка по отношению к себе и тому, что дорого ей. Но сначала я, а потом уже все другие. Вот к этому состоянию вы должны прийти. К уверенности, к стабильности, к наслаждению, чтобы у вас были желания, чтобы вы умели их озвучивать, чтобы не было страха. Конечно же, в минусе Верховной Жрицы, Верховной Жрицы, Императрица, она нам показывает некую такую меркантильность, да. Но здесь вот именно умение высказывать свои желания, умение договариваться, умение говорить, а не держать в себе. Это тоже очень важно. Любить себя, да. Вот в прямом смысле, что мы говорим. Что дальше еще делать? Продолжать работать то, на чем вы работали. Вот здесь вот прям пара выпадает. Император и императрица. И уметь выстраивать границы. То есть уметь использовать все свои возможности во благо себе в первую очередь. Император — это тот архетип человека, который четко знает, что он хочет, как он хочет. В нужный момент, да, во имя чего-то большего, да, для того, чтобы были какие-то правила, да, для того, чтобы поддерживались законы, которые придумали, и чтобы был порядок, чтобы был баланс. Этот архетип человека, да, он может быть достаточно жестким. Ну, то есть для того, чтобы, знаете, как показать людям, условно говоря, их место, да, надо кого-то казнить, да. И если император, он будет такой вот мягкий, да, он не сможет принять это решение. А здесь как раз-таки говорится, что иногда надо свои эмоции, да, держать в узде. То есть иногда свои инстинкты надо продержать для того, чтобы вот именно действительно не потерять себя. То есть для того, чтобы показать на своем примере, как нужно себя вести, да, что можно людям, да, а что нет. Император — это достаточно такая стабильная, устойчивая, но при этом активная позиция человек, который уважает, человек, который, если нужно, он получит то, что он хочет любой ценой, он умеет убеждать, он умеет вести за собой, да, но при этом он умеет защищать свои интересы. То есть во всех позициях нам говорится, что наши интересы, они превыше других людей. Здесь такое вот ощущение, как будто бы вы слишком много давали. Вот этот вот баланс энергии между отдачей и принятием, вот он у вас как будто бы был нарушен. Много давали, и поэтому сейчас пошли как раз-таки в противоположность, да, когда я все держу при себе. И вот здесь вот император и императрица — очень хорошая пара, показывающая нам именно, опять-таки, баланс. И семерка педагли говорит о том, что продолжайте работать над этим балансом между активностью и пассивностью. То есть умейте вовремя останавливать, умейте вовремя отрубать то, что уже не нужно, то, что уже отжило. Что еще вам нужно сделать? Ну, по девятке жеслов вам нужно погрузиться, погрузиться внутрь себя, увидеть как-то свои ошибки, осознать. Хотя, в принципе, вы на данном этапе так или иначе находитесь на... вот в этом во всем процессе, да, того, что завершается. Больше осознавайте, да, где и как вы поступали не так, как вам хотелось бы. Где вы выбирали не самое наилучшее для себя. Да, наилучшее может быть для другого человека, но не для себя. Да, и вот двойка кубков, она опять нам говорит о гармонии, опять говорит о балансе взаимодействия, да. Ну, то есть не забывайте, не бойтесь проявлять себя как-то достаточно активно, если вы чувствуете, что кто-то у вас что-то забирает, да, без вашего желания. То есть не бойтесь отрезать вампиров, не бойтесь высказывать свою точку зрения, не бойтесь быть где-то как-то грубыми и, возможно, хамоватыми. Почему? Потому что иначе вас не поймут. То есть вот, понимаете, ваш минус по всему раскладу у меня ощущается, он связан с тем, что вы видите в людях их хорошие стороны. А плохие, вы как будто бы знаете, что они есть, но как будто бы осознанно закрываете глаза на это, да. То есть если кто-то нахамил, ну, я лучше уйду, да, ну, что я буду с этим связываться. Вот иногда вот этого не нужно сделать, да. Иногда нужно понимать, что, может быть, где-то нужно и гавкнуть, может быть, гаркнуть где-то на кого-то, да. Что-то сказать, чтобы даже не только для того, чтобы другой человек понял, да, как с вами можно, а как с вами нельзя, а просто для того, чтобы вы проявили как-то свой характер, вот это вот свой внутренний стержень, чтобы в вас это увидели. Потому что, помните, да, я говорила, у нас отражение, сценарий отражения есть. Когда вы внутри не в балансе, вам люди это отражают. Так вот, либо вы научитесь быть периодически, возвращать себя в этот баланс, внутренний, да, между эмоцией и разумом. Либо вам это будут люди показывать, и вы все равно через внешний мир вы должны будете выстраивать этот баланс. Слушайте здесь именно свой внутренний голос, да, в очередной раз. Наверное, ничего вам нового такого не скажу. Но вот слушайте свою интуицию. Здесь должны произойти, вы как будто бы повзрослеть должны, да. Здесь по аркану смерти должна произойти трансформация, которая у вас уже идет, ну вот как минимум, да, на протяжении последних двух лет. Это не сейчас, это не быстрый период, да. То есть вы постепенно-постепенно уходите от одного и приходите к другому. И здесь на разных этапах вы можете быть, да. Кто-то только начал эти перемены, да, вот этого вот взросления. Кто-то завис в каком-то периоде некой пустоты, когда ничего вообще не происходит, да. Я потерянный, я напуганный. Ощущение, что я потерял ориентиров, да. И уже так как по-старому я не знаю, а по-новому тоже вроде бы не научилась. И я не могу понять, где я. Да, вот здесь вот растерянность, потерянность присутствует. А кто-то уже наоборот перешагнул, завершил и идет к завершению вот этого вот этапа. Уже идет непосредственно в новое и либо попал в это новое. Но еще не определился, как взаимодействовать с людьми вот в этом новом мире, туда, куда я попал. Да, какие здесь правила, да, какие здесь законы, здесь вам еще пока неизвестно. И королева кубков, она как раз-таки нам говорит о том, что прислушиваться, знаете, вот именно опять-таки вот это вот отражение, да. Не ваша внутренняя проекция, а отражение. То есть вы когда смотрите на свое окружение, на тех людей, они вам показывают то, что происходит внутри вас. И вы прислушиваетесь и присматриваетесь. И если что-то вас не удовлетворяет, да, вы обходите где-то в каких-то местах конфликтные ситуации, да, а где-то, может быть, и накроет вас эти эмоции. Да, вы стали как-то вот более гибкими, вы стали более мягкими, не то чтобы принимающими других людей, а здесь скорее принимающие и понимающие сами себя. Вот здесь вот именно взрослость не в контексте других людей, а в контексте себя. Либо вы к этому придете. Да, понимание своей души. Вот я делаю то, что хочет моя душа. И вы уже, знаете, здесь не то, здесь не про конфликт, вы не конфликтуете, не доказываете ничего другим людям. А у вас просто, знаете, появляется, вот когда этот этап уже завершится, да, самый последний. Вы поймете, что вы вышли из него через состояние, когда вам уже безразлично. Ну, то есть вас никак уже не цепляет то, что вас окружает. Вы видите свой путь, вы идете в этом направлении, и вы как будто бы теряете интерес к тому, что происходит вообще вокруг вас. Вот это вот все, ну, то есть оно вам кажется какая-то суета, какая-то шелуха, что-то ненужное. И вы уже как будто бы на это не обращаете внимания. У вас есть конкретная цель, и вы идете к своей цели, да, вы прислушиваетесь. То есть вот состояние души здесь как будто бы, вот именно, знаете, взросление, когда вы почувствовали и нащупали внутри себя свой путь. И вот вам он увесвечивает вот эта звезда, и вы идете в направлении своих собственных желаний. И, знаете, вот, ну, вы просто идете, а я даже не могу вам объяснить, что происходит с людьми. Такое ощущение, что вот, ну, они как будто бы невидимые становятся, да, то есть вы не то чтобы избегаете их, либо наоборот как-то выстраиваете отношения, нет. Они просто становятся прозрачные для вас, а те люди, которые вам нужны по жизни, да, они наоборот подсвечиваются, они становятся яркими, ну, проявленными, да, и вы понимаете, что вот этот человек, да, не нужно. А рядом как будто бы будет другой человек, и вы его не заметите, он как будто бы прозрачный. Ну, то есть вы видите оболочку, ну, как-то вот, ну, вам все равно безразлично. Вот это вот будет конечный этап той трансформации. Вот такой вот у нас с вами был расклад, насколько там я на 40 минут, да, это как будто бы маленький. Вот, ну, надеюсь, кто-то из вас, здесь много энергии было, да, услышал свою позицию, не обязательно, чтобы вам все отыгралось, да, но какие-то моменты, какие-то сценарии вы в любом случае для себя услышали. Еще раз благодарю Анну за идею расклада, я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok